Сегодня мы с вами попробуем перевести основную часть урока по 21 главе книги Шмуэля. Урок посвящается для спасения всех заложников, излечения всех раненых на земле Израиля, чтобы можно было жить в мире и безопасности. Итак, это самый, пожалуй, спорный урок, как сам учитель позже подчеркнет, как мы увидим из его опыта. И все дело в том, вы думали, наверное, что спорные уроки это по отношению к Давиду и Батшеве, и Урии, или про бунтов Шалома, да, что там происходило. Оказывается, есть еще более, еще более, как говорят в английский, controversial, да, спорная тема. Я не знаю, перевод слова controversial как спорное мне не очень нравится, но это именно самая большая, так сказать, очень такая оживленная дискуссия, и очень много будет разных представлений о том, что здесь происходило, мы сейчас увидим. А именно, вкратце, чтобы суммировать, произошло следующее. Был голод на земле Израиля. И, в конце концов, спросили, попросили у Всевышнего, какими-то способами, согласно автору Датсофрим, они все это время, все эти три года голода, они просили с помощью Урим и Туми, это же был способ спрашивать у Всевышнего, но не всегда получаешь ответ. И после многих проверок, и когда ничего не могли найти, за что такое наказание, тогда люди были очень религиозные, они искали в отношении голода не просто физическую причину, а искали что-то духовное, что именно не так. И, в конце концов, Всевышний ответил, похоже, через Урим и Туми. А именно ответ был, что это голод за Шауля и за то, что он убивал Гевоним. Кто такие были Гевоним? Если кто-то помнит, кто изучал книгу Иошуа, была такая группа кнанеев, которые присоединились, или частично присоединились к еврейскому народу. Во всяком случае, они не стали с нами воевать, а наоборот сделали с нами союз. И мы их, наоборот, защищали, когда на них другие кнанеевы пытались напасть. И они, похоже, не очень понятно, может быть, часть из них даже перешла вудаизм, но вряд ли. Скорее всего, они имели статус постоянного резидента, что ли, то есть приняли на себя семь заповедей Ноха, может быть, еще какие-то заповеди. Вообще, в древние времена было очень много разных неевреев, которые жили на земле Израиля на каких-то особых условиях. Некоторые принимали ровно семь заповедей Ноха, то есть минимум морали. Без этого они не могли оставаться на земле Израиля. Другие, может быть, принимали еще какие-то заповеди. Может быть, часть Гевоним перешла вудаизм. Но, во всяком случае, они оставались отдельной группой и казались невероятно жестокими. Как мы увидим позже, хазар считает, что Давид из-за этого запретил жениться на них, и они так и оставались после этого отдельной группой. Никто не мог из евреев на них жениться, даже если они полностью перейдут вудаизм, потому что они очень жестоко себя повели. Но в данном случае они были жертвой как раз. Но повели себя очень жестоко, еще раз, как мы увидим. Значит, говорится, что ответ был, видимо, через Уим и Тумьем, да, Всевышний ответил, что голод еврейского народа за то, что притесняли и убивали этих Гевоним, дом Шауля. Казалось бы, когда это мы находим, чтобы дом Шауля убивал Гевоним? На самом деле, Талмуд уже спрашивает этот вопрос. Действительно, вроде нигде не написано, чтобы Шауль убивал Гевоним. Но говорят наши мудрецы, что вот когда он разрушил город Нов, помните, город священников, которого он уличил в пособничестве Давиду, которого он считал узурпатором и бунтарем, он использовал свои привилегии царя сделать что-то страшное. И говорят Хазаль, что тогда и Гевоним, которые там прислуживали у храма, они как раз делали простую работу, черпали воды и подобные вещи, то они потеряли свои места работы и разбросались по Израилю и стали жить очень бедно. В общем, получилось, что их смерть как бы в какой-то степени на ответственность Шауля и, видимо, его дома. Возможно, как пишут многие комментаторы, тут дело не ограничено столько лишь тем, что он косвенно привел к их смерти. Может быть, действительно, когда он предполагал, что Давиду помогают жители города Нов, то и на Гевоним это распространилось. Все как бы люди из этого города стали персона нон-грата как-то, да, и к ним стали относиться как к тем, кого могут преследовать кто угодно. Ну, как, например, мы считаем сейчас в главе Шемот проеврейский народ, да, что царь сделал их, фараон сделал их слугами, так заодно тогда весь евгипетский народ использовал их. Да, жиды стали самым противным таким изгоем, классом изгоев, и их можно было преследовать кому угодно, когда угодно. Любой мог заставить еврея делать все, что угодно, любую унизительную вещь, издеваться, и ничего не было за это. Ну, как-то так, видимо, произошло тогда, наоборот, с этими Гевоним, и Всевышний взыскал за них. То есть Всевышний наказал весь еврейский народ за то, что какая-то часть была, видимо, виновата, а какая-то часть не отреагировала и не остановила это, что то, что эти люди среди нас, все-таки они сделали с нами союз, и несмотря на свою жестокость, они вообще не заслуживали такого отношения, то, получается, весь еврейский народ был ответственен за то, что они страдали. И часть из них говорят, что действительно погибло. Вроде в Иерусалимском тамуде есть что-то, что семеро из них погибли, и поэтому они потребовали, чтобы семь человек из дома Шауля были повешены публично. Вот это была их жестокость, что они фактически взяли людей, которые, может быть, как-то были причастны, может быть, косвенно, но в любом случае они смерти не заслуживали. И они потребовали от Давида, когда Давид пришел к ним и сказал, что вот голос всего еврейского народа, из-за вас просите, что хотите. Денег, там, статус, мы все исправим. Нет, они сказали, вот только кровная месть, только так. Это была невероятная жестокость, и Давид пытался их уговорить, говорят наши мудрецы, ничего не получилось. И он тогда взял и отдал, действительно, людей из дома Шауля, и их публично повесили. Как вы можете себе представить, те, кто читает Библию, не в свете еврейского понимания, а наоборот, чтобы найти что-то, к чему придраться, то они примерно себе это представляют так, что вот у Давида представился шанс разделаться с домом Шауля. Вот теперь-то, наконец, да, он, может быть, всегда хранил у себя в сердце злобу на них, а теперь вот такая возможность, поэтому он их так легко отдал Гевоним. Но это совсем не является еврейским пониманием данного текста, вот как автор будет дальше обсуждать, что Давид пытался сделать все, что может, но в результате он, как царь, опять же, имел привилегии наказать любого, и действительно выдал им семерых из дома Шауля, из царского дома фактически, и те повесили, обрадовались, да, злорадствовали, что они могут теперь отомстить, и повесили их публично. Еще и вдобавок, у нас же, когда человек даже предается смерти, что очень редко случалось, Ангелин, говорится, если раз в семь лет, а по другой версии раз в семьдесят лет, если убивает кого-то, это уже слишком. Поэтому убивали очень редко, но когда кого-то предавали смерти, то его сразу нужно было похоронить, как и сегодня, мы стараемся всегда хоронить мертвых очень быстро, желательно в течение дня фактически. И есть тут в Боропарке, например, работают некоторые похоронные конторы, даже по ночам, чтобы похоронить человека тут же. А тут им, их тела оставили висеть на очень долго. Это все, видимо, было в том числе спровоцировано гевоним, которые просто не отдавали тела еще очень долго, и они вот так вот висели. Или они это тоже потребовали. В любом случае, получилось из-за этого, как я отхазал, очень интересное следствие. Что тогда же не было концепции, к которой сегодня так мы привыкли, что от стран обычно требуется, чтобы их граждане меньшинства, национальные меньшинства получали полные права, чтобы не было каст, как раньше почти в любом обществе было. И поэтому люди, которые обычно чужаки, если они даже присоединяются в какой-то стране, эквивалент герем у нас, те, кто присоединились к нам как полный герем, перешли в вадаизм, или как постоянные резиденты, то, что называли герто-шав, который принялся в заповеди Ноха. Все эти люди предполагаются, что они будут на очень низком уровне. Так, в основном, в нееврейских обществах было бы. Что ты самая низкая часть сословия. А тут, получается, наоборот. Когда висели эти трупы, и проходили, если они евреи, и спрашивали, а кто это такие? Они говорят, вот это повешены люди из царского дома. А за что они повешены? За то, что они притесняли герем чужестранцев. Так это очень много людей тогда пришло в иудаизм. Что очень им хотелось присоединиться к нации, где даже права самого, казалось бы, низкого сословия полностью соблюдаются. И у них есть права даже против дома царя. Получился такой неожиданный эффект всего этого. Хотя то, что произошло, было невероятно жестоким. И это не было по букве закона, как я сказал. Царь мог такое позволить. Он действовал, потому что видел, что так только оставить голод. Это такая вот страшная история. Но при этом, в действительности, это привело к тому, что очень многие захотели присоединиться к еврейскому народу. Как-то так вот это все оказали. И как я сказал, Давид в результате запретил вообще этим людям перемешиваться с евреями навсегда. Из-за этого. Их потом, и даже во время второго храма все еще были. Их натиним называли. Да, вот группа людей, которые с евреями не могут женить. А перед с евреями не могут породниться. Поэтому, когда в трактатике Душин вы встречаете вот эту группу натиним, это вот это вот как раз потомки этих гевоним. Ну и автор на своем модельном уроке, конечно, начинает с того, чтобы опять напомнить, кто такие гевоним, посмотреть книгу Иошуа, прочесть отрывок про них, и какая у них была договоренность в результате, что они как-то около храма, видимо, служили. И в том числе вот простую работу там делали. А когда получилось то, что произошло с городом Нов, они, видимо, разбросались по земле, как он говорит, и у них не было никого пропитания. Ведь тогда очень многое зависело от того, что нужно владеть землей, чтобы выжить. У большинства людей, если не было своей земли, то очень трудно было выжить. Они, похоже, никому не были нужны. Во время Шауля, он говорит, они вообще, видимо, скрывались и старались не обращать на себя внимания, потому что боялись, что Шауль их тогда еще и накажет, что, решив, что, как мы уже сказали, что они тоже часть бунта против него, да, поддерживающая, группа поддерживающая Давида. Да, это все неправда была. На самом деле даже коины, священники города Нов тоже на самом деле не знали, что Давид поссорился, что Шауль поссорился с Давидом, Давид был не виноват, но они вообще об этом не знали. Мы уже читали про все это, что Давид сказал, что он на секретной миссии. Но Шауль подозревал, что они все часть сговоров, да, бунтари, и поэтому сделал то, что сделал. Но, во всяком случае, Геори им долгое время вообще не обращали на себя внимания, но потом при Давиде уже опасность миновала, но у них все равно не было ни пропитания, и очень было тяжело, и земли не было, и никакой работы, видимо, они себе не могли найти. И, как говорит автор, что похоже, что постепенно люди привыкли, что есть вот этот нищий класс людей, которые, наверное, побираются и не могут ни работу найти, ни нормально жить, и к ним привыкли, никто не обращал внимания, как тяжело им. И, как он говорит, из всех моих уроков по всем другим частям нашей книги, или вообще, наверное, имеется в виду вообще Танаха, этот отрывок самый сложный, что тяжелее всего объяснить, потому что у людей совершенно другие представления, им кажется странным, что действительно принимать текст, как он есть. Что действительно могло такое быть, чтобы такое страшное наказание было сделано и совершенно несправедливо. Но это еще, казалось бы, полбеды. Наказание, в конце концов, не Давид придумал, а геоним потребовали. Но все равно, разве не должен Давид охранять свою... в этом цель царя свой народ охранять от такого типа требований злодеев? Кроме того, непонятно, как вообще может быть, что Всевышний действительно наказывает свой народ за то, что... весь народ за то, что произошло с этим геоним. Как говорит автор, в течение большей части нашей истории мы были в изгнании, мы были обычно преследуемыми и классом, который всегда страдает от других. Поэтому нам непривычно, что может быть ситуация обратная, что в тот период времени евреи были, как раз у нас была своя страна, мы были там хозяевами и, соответственно, Всевышний взыскивал с нас, если мы недостаточно хорошо относимся к людям, которые... чужие люди, которые к нам пришли. Или были, да, в данном случае они даже не пришли, они там жили еще до нас. Но в таком случае люди, которые для нас будут меньшинством. Всевышний взыскивал с нас то, что... за что отвечал теперь еврейский? Тогда отвечал еврейский народ. Так спрашивает ученик, это вообще грех из Торы? Ведь учитель, да, конечно, мы видим, что в Торе написано гербетоша виха и мах. И это относится даже к тем неевреям, которые приняли только семь заповедей Ноха, то есть то, что называется гербтошав. Есть герб цедек, человек, который приходит в иудаизм, а есть гербтошав, человек, который... постоянный резидент, который принимает семь заповедей Ноха. Нужно, чтобы мы, так сказать, дали ему нормальную жизнь и беспокоились о его правах тоже. И еще говорит, что кроме четырех частей шухонаруха, которые написаны, есть еще как бы пятая часть, то есть моральные аспекты, которые невозможно просто все записать. Это не раз любят раввины говорить, что кроме того, что написано на бумаге, не только педантный закон важен. Есть еще законы, которые невозможно описать. И вот это как раз, может быть, попадает в подобные категории. В общем, это хороший моральный урок вся эта история. Так спрашивает ученик, но если они были убийцами, то тогда, да, почему должны их жалеть? На это отвечает учитель. А они же не были до этого убийцами. Они были Герем. Может быть, Герто-Шава они были, но во всяком случае, они были бы постоянными резидентами. И, по крайней мере, всем в Западе Ноха они соблюдали. И до этого, да, с времен Йошуа, Йошуа Бен-Нуна, с этого времени у них был какой-то статус в обществе, у них было какое-то пропитание, они как-то жили. Все это время, да, пророки их не упоминали. То есть, сотни лет прошло, и ничего про них не было сказано в течение этого периода времени. Только начиная с времен Шауля, что-то произошло, как мы сказали, согласно Хазали, это было связано с разрушением города Нов. И тогда вот и пострадали они в том числе. И еще во время, когда происходит война, обычно многие люди страдают, которые, в общем, не виноваты. И тут не это не избежать. Но потом, когда война заканчивается, нужно что-то сделать с теми, кто выжил, хотя бы помочь им построить свою жизнь. А в данном случае никто не обратил внимания на несчастную ситуацию, в которой оказались эти гевониумы. Они так и продолжали все эти годы, получается, никто абсолютно не обратил на это внимание. Вот тогда Всевышний послал на евреев голод, чтобы они опомнились и начали исправлять ситуацию. Видите, как это все очень подходит в ситуации, которая сейчас происходит в Израиле. Что, с одной стороны, невозможно избежать полностью страдания людей, которые оказались в месте, где происходит война. Это просто невозможно. Так было во все войны, и так, к сожалению, будет, пока война не будет полностью искоренена, как бы в будущем обещали пророки. Израиль все делает, чтобы не было лишних жертв, но, без сомнения, жертв много, особенно, когда Хамас использует местных жителей, как своего рода щиты живые, ставит свои ракетные установки прямо в детские сады и минирует там все, школы и все остальное. Но, с другой стороны, когда война закончится, то, без сомнения, у Израиля будет обязанность сделать так, чтобы седр какой-то, чтобы какая-то жизнь в Газе наладилась, чтобы удалось отстроить жизнь без Хамаса, так, чтобы эти люди могли иметь какое-то будущее, так же, как в свое время в Германии. Долгое время американцы держали еще свои войска, но им удалось в результате, и получилось, что Германия превратила совершенно в другую страну. Есть надежда, что и в Газе так произойдет, хотя у них, конечно, промыты очень мозги, и очень большая часть из них поддерживает Хамас. Это все верно. Но, да, если людей с малолетнего возраста учат, что единственное, что нужно делать, это только убивать евреев, то, конечно, понятно, что большинство из них у них полностью промыты мозги. Вот. У Хамаса было больше времени промывать мозги, чем у Гитлера. Да, Гитлер пришел к власти в 1933-м, и началась война уже в 1939-м. А у Хамаса уже 20, почти 20 лет. До этого тоже, на самом деле, они все время промывали мозги так называемым палестинцам, да, не хотели сосуществования никакого. Вот. Если действительно их новое поколение обучить по-другому, то вполне возможно, что и у них будет жизнь не у нас, будет нормально жить, как могло бы произойти давно уже, если бы не промывали мозги. Выросло поколение такое, как новое поколение немцев после Холокоста, которые готовы уже жить в мире с другими. Ну, во всяком случае, вот видите, такая вот интересная история. Так спрашивает один из учеников, а что, других грехов, что ли, не было? Да. Почему именно за это? Говорит учитель, что, видимо, таких грехов, за которые бы весь народ пострадал голодом, не было больше. Это был грех, на который хотел все очень, чтобы обратили внимание люди. И так вот, таким способом интересным. Да. Послал голод на весь народ на три года. Так, говорит ученик, трудно поверить, чтобы из-за таких кивоним, таких нехороших людей, да, я не могу понять ни их, ни Давида. Ну, учитель отвечает, что да, конечно, я понимаю, есть эти вещи очень далеки от нашего понимания, но давайте попробуем все-таки разобраться. Значит, давайте представим себе, как это все происходит. Ну, вот сидит, значит, Давид на своем престоле, приглашены официальные представители, гивоним, да, Давид знает, и весь народ знает, что теперь в их руках простить еврейский народ, и тогда будет снова дождь. Кстати, они от этого выиграют, да, если будет снова, они же тоже голодали на Эка, еще больше прямо голода. Вдруг оказывается, что спасение еврейского народа в руках самых простых таких людей, которых раньше на них никто даже внимания не обращал, и наоборот, их презирали, а тут оказывается, что они как раз ключ к благополучию еврейского народа. Вот. Ну, и, значит, подходят эти люди, и Давид их спрашивают, что я можем для вас делать, чтобы было искуплено и вы благословили наследие Всевышнего. Заметьте такое выражение, наследие Всевышнего. А автор считает, что этим он подчеркивает, что земля Израиля тут особо, так сказать, уж не взыскивает нас. Как известно, сама Тора это говорит в книге Дворим, да, что Всевышний, дореш, так сказать, именно к земле Израиля, не будет дождя, если вы не будете слушаться. Это не как другие земли, да, земля египетская, например, все, ведь, потому что Нил переливался, то говорит Тора, что эта земля будет Всевышний наказывать вас, что будет засуха каждый раз, когда не будете слушаться. Вот. Поэтому Давид использует выражение, что это наследие Всевышнего, здесь все очень строго. Может быть, сначала даже они сами не поверили, что из-за них это засуха. Давид говорит, что вот да, вы получили такую информацию от Всевышнего, он, видите, не скрывает, сразу открывает все карты, что от вас все зависит. Мы приходим к вам с извинениями и просим от вас прощения, пожалуйста, благословите наследие Всевышнего. Что мы можем для вас сделать? Так спрашивает ученик, а сегодня тоже такое происходит? Он говорит, что сегодня тоже земля Израиля считается святой, но есть во всем разные уровни. Когда-то гораздо большее присутствие Всевышнего открывалось на святой земле. Сегодня же ситуация уже другая и как бы присутствие Всевышнего у нас скрыто, все еще, да, не пришел мы шеф, еще нет времен, о которых говорится в словах пророков, что будет действительно все, все тогда будут, так сказать, во очи увидите, очевидно, что Всевышний всем управляет. Поэтому сегодня на земле Израиля не до такой степени видно, как бы, хашгаха протит, что ли, так сказать, четкое управление сверху. И дальше учитель предлагает устроить своего рода диалог между Давидом и представителями Гевонием, как между двумя учениками. Один будет представлять Давида, а другой Гевонием, да, что получается, что полностью шокирует, когда вдруг Гевонием говорят, что мы не деньги хотим, мы не компенсацию хотим, мы хотим, чтобы были убиты из тех, кто как-то, видимо, связан был с домом потомки Шауля, которые были связаны, видимо, с их преследованием. В результате, кстати, Хазар говорит, что Давид использовал Арон и каким-то образом проводил перед Ароном и определенным образом, то есть использовал, чтобы выбрать всех, кто будет перед Гевонием, он использовал какой-то духовный способ. Не все потомки Шауля пострадали и даже, кажется, что он молился за сына Йонатана, чтобы его спасти. Но в любом случае, вот такая вот страшная вещь произошла, и Давид никак не мог уговорить этих людей. И, как я уже говорил, его учитель тоже это как бы в пометках описывает, что, возможно, есть среди учеников тех, кто уже читали в нееврейских разных нерелигиозных источниках, другую интерпретацию этих событий, но что это нужно сразу отвергнуть и объяснить, что если бы Давид хотел наказать и отомстить дому Шауля, у него было много возможностей до этого. Как раз он сделал все, чтобы подозвратить такое развитие событий. Еще говорится дальше, что Давид после этого собрал кости Шауля и его сына Йонатана, и также вот этих вот повешенных, и всех их похоронил с большими почестями. И тому, ты объясняешь, на самом деле это было ему подсказано, да, если один из учеников тоже спросит, а при чем здесь это, и почему вдруг Давид стал это делать. Тому, конечно, это было ему с самого начала подсказано, когда был ответ, видимо, через Урим и Тумим, Аль-Шауль, насчет Шауля, а также, то есть это как будто две разные вещи, что нужно с одной стороны, как говорит здесь Раши от имени наших мудрецов, с одной стороны Шауль и его дом были виноваты, но с другой стороны они много великих вещей сделали. И поэтому нужно было также оценить, и из-за тогдашнего хаоса и войны никогда нормально его не похоронили. И вот там, помните, жители Вешгала, Геля, там часть его тела смогли украсть у Филистимляна, похоронить на нормальных почестей ему не дали тогда. А потом Давид еще 7 лет правил в Хевронии, только позже он стал царем всего Израиля, и так про Шауля и забыли. Только теперь он был перехоронен и с большими почестями, и, видимо, еще, я думаю, здесь тоже Давид теперь боялся обратного результата, что после того, как часть, возможно, причастных к притеснению Гевонием, часть дома Шауля была убита Гевонием, то, может быть, люди теперь будут, наоборот, преследовать дом Шауля, поэтому он сделал большие почести великому царю, который сделал свои ошибки, но, тем не менее, он был великим царем. Поэтому одновременно было и поднят авторитет снова Шауля. Да, как говорят наши мудрецы, чем больше человек, тем больше с него спрос. Шауля и его потомки были большими людьми, поэтому с них такой большой был спрос и такое страшное наказание. Но, в любом случае, Гевони, без сомнения, были виноваты, что они потребовали такую кровную месть, совершенно не по еврейским законам, и поэтому Давид запретил с ними перемешиваться. Одну интересную вещь, я хочу здесь заметить, что упоминается в том числе пятеро здесь детей Михал, да, среди вот потомков Шауля. Но, вроде, у Михал же не было детей, в крайнем случае, она, может быть, родила ребенка перед своей смертью и умерла при родах, как некоторые мудрецов считают. Но откуда у нее вдруг пять детей? Так вот, обычно приводится мнение, которое в Талмуде приводится в Тарактай Сан-Хедвен в том числе, что у Михал действительно не было детей, но она вырастила детей Мей-Рав, которая умерла, из-за детей своей сестры. Поэтому это считается ее дети. И так в других местах. В Танахе можно также объяснить, что иногда это не свои дети, а она как бы мачеха им была. Я однажды написал небольшую статью, в которой я предполагаю, что может быть одно из мнений такие среди мудрецов Талмуда не согласны с этим и считают, что у Михал были дети, но они не от Давида. А они от ее мужа, который был тогда, человека, за которого она вышла замуж, пока Давид убегал от Шауля. В любом случае, наша глава на этом не заканчивается. Там дальше в двадцать первой главе будут еще какие-то короткие войны. Но их автор особенно подробно не описывает на этих уроках, только в своей книге Датсофрин, где он комментирует весь Танах. И вообще у нас остался, наверное, максимум два, может, даже один урок, потому что весь оставшийся, вся оставшаяся книга Шамуэля, она в основном суммирует разные события. Вот есть одна песня длинная, которая почти идентична восемнадцатому псалму. И также вот множество разных событий, кроме самых последних, фактически тут на каждой из них он не посвящает особо подробно уроки, только вот в своих комментариях Датсофрин это освящает. Поэтому я думаю, что мы скоро закончим книгу Шамуэля, и тогда будет выбор, продолжить ли подобные же уроки по другим книгам, например, книге Малахим, или на этом пока остановиться. И на этом мы на сегодня закончим. Урок посвящался для безопасности на земле Израиля, и чтобы в результате удалось уставить такой мир, который будет хорош для всех, и чтобы все могли жить, не боясь больше бомб, войны и всего, что сейчас происходит. И чтобы все заложники вернулись живыми, кто еще жив, и чтобы были извлечены все раненые, и все больные из Ираиля.